Бристол Блендхейм Бристол Блендхейм – продукт, весьма распространенный в начальный период Второй мировой войны, тенденций. Конверсии современных скоростных бомбардировщиков в тяжелые истребители. Взяв за основу весьма удачный самолет Блендхейм, конструкторы Бристоля спроектировали весьма простой модификационный комплект, позволяющий переделать его в истребитель сопровождения дальнего действия. При этом под фюзеляжем устанавливался контейнер с четырьмя 7,7-мм пулеметами Браунинг, поэкомплект которых составлял 500 патронов на один ствол. Масса такого контейнера оказалась меньше прежней бомбовой нагрузки, а его аэродинамическое сопротивление невелико, так что летные характеристики самолета не ухудшились. Прежнее стрелковое вооружение бомбардировщика 7,7-мм пулемет Браунинг в левом крыле боекомплект, который составлял 400 патронов и такого же калибра Виккерс в туреле БИМК-3 сохранялось. Истребительный вариант Блендхейма был испытан в 1938 году, результаты оказались вполне удовлетворительными и фирма Саузер Рейлей начала массовое производство пулеметных контейнеров, выпустив их до 1940 года 1375 единиц. Истребительные варианты Блендхейма не строились заново, а переделывались из бомбардировщиков на ремонтных предприятиях ВВС Британии. Точное количество переделанных самолетов неизвестно, но было в несколько раз меньше, чем изготовленных контейнеров с пулеметным вооружением. Основные модификации самолетов Бристалл Блендхейм представлены всего несколькими вариантами. Блендхейм МК-IF, переделка бомбардировщика Блендхейм МК-1 двигателя Mercury 8 на 840 лошадиных сил, переделана всего около 200 самолетов. Еще один вариант это Блендхейм МК-4F, конверсия бомбардировщика Блендхейм МК-4, отличающегося удлиненной носовой частью и более мощными моторами Mercury 15. Некоторые машины получили дополнительный 7,7 мм пулемет в носовой части. На самолетах последних выпусков в турели стояло два пулемета Браунет. Пулеметный контейнер имел несколько большие размеры из вытянутой вниз носовой части самолета, а в истребительный вариант всего было перевоборудовано порядка 60 машин. Вкратце о технических характеристиках самолета. Двигатели Bristol Mercury модель 8, мощность 840 лошадиных сил, размах крыла 17 и 17 метров, длина самолета 12 метров 12 сантиметров, высота самолета почти 4 метра 3,89 метра, площадь крыла квадратных метров 43,57, масса килограмм пустого самолета составляла более 4 тонн, 4013 килограмм, взлетная 5947 килограмм, максимальная скорость достигала 426 километров в час, скороподъемность 7,6 метров в секунду, практический потолок 7770 метров, Дальность полета почти 1500 километров, 1480 метров. Боевое использование самолетов Bristol Blenheim Появление переделанной Blenheim IF позволило английской авиации перевооружить эскадрильи, летавшие на двух местных истребителях в бипланах Hawker Damon. Первая получила Blenheim 600 эскадрилья в сентябре 1938 года. До конца года за ней последовали 23, 25, 29 и 604. Еще две 64 и 601 стали летать на Blenheim IF к началу войны. Еще около 10 других эскадрильей были перевооружены истребителями Blenheim в Великобритании в следующем году, плюс к ним еще две за рубежом, 27 в Индии и 30 на Ближнем Востоке. В истребительном командовании Blenheim IF до 1940 года рассматривались как составная часть дневной истребительной авиации. Ко времени битвы за Британию на таких самолетах летали 6 авиаэскадрильей, но они показали свою полную непригодность для действий днем. Поэтому часть самолетов переделали в ночные истребители, оборудовав радиолокационной станцией АИ-МК-7. Первая победа в небе Второй мировой войны с помощью радара была одержана 23 июля 1940 года. В конце 1940 года Blenheim IF перевели в роль интрудеров, мощных рейдеров, которые действовали на территории вражеского государства, в частности над аэродромами. В мае 1941 года последняя эскадрилья в метрополии 68 сдала свои Blenheim Mk IF 27А, переведенные из Индии в Сингапур. Она сохраняла такие самолеты вплоть до японского вторжения. Bristol Blenheim Mk 4F, начавший поступать в части зимой 1939-1940 годов, изначально рассматривался как ночной истребитель Второй мировой войны. Но радиолокационная станция установилась далеко не на всех самолетах. К тому же эффективность этой модификации как перехватчика из-за худших летных данных оказалась ничтожной. С осени 1940 года Blenheim Mk 4F стали передавать в береговое командование, где они применялись для прикрытия конвоев и разведки, а также поисково-спасательных операций. Кроме метрополии они применялись над Красным морем в 203-й эскадрилье из Адена. Эта часть также воевала в Восточной Африке и Греции. К июлю 1940 года на Blenheim Mk 4F летали лишь две авиаэскадрильи, 254 и 404 канадская. Но и они вскоре пересели на более современные машины. Помимо Великобритании и нескольких канадских эскадрильей в составе Королевских ИВВС, истребительными Blenheims применялись лишь Португалией. В 1943 году эта страна получила 8 самолетов Bristol Blenheim Mk 4F. Неудача Blenheims Mk IF и Mk 4F в роли дальнего истребителя сопровождения Второй мировой войны объясняется стремительным техническим прогрессом в авиации, произошедшим с момента создания прототипа в 1936 году до завершения боевого применения техмодификаций в 1940-1942 годах. На фоне своих аналогов, прежде всего истребительных вариантов германских бомбардировщиков Дорния ДО-17 и Юнкерс Ju-88 истребительные Blenheims смотрятся существенно хуже из-за своего слабого вооружения. Даже пулеметные Харикейны и Спитфайры были вооружены лучше, не говоря уже об их пушечных вариантах. Тем не менее, самолеты Blenheims Mk IF и Mk 4F сыграли свою роль в наиболее трудное для обороны Великобритании время, когда они подвергались массированным авианалетам со стороны Luftwaffe. В игре World of Warplanes Бристом Blenheims представлена у нас на четвертом уровне и является достаточно непопулярной машиной, поскольку не обладает достаточно хорошей высотностью, не может так же эффективно, как тот же BF-110B, набирать высоту и опять же не обладает как немецкий аналог столь мощным вооружением, которое имеют на себе немецкие самолеты, американские самолеты, которые вооружаются пушками. Но тем не менее, Blenheims обладает своим определенным очарованием. Во-первых, эта машина достаточно красивая, во-вторых, она обладает достаточно хорошей прочностью на своем уровне, и в-третьих, это один из самых лучших саппортов, скажем так, самолет второй линии, который может прекрасно распилить самолет противника, если тот ввязался в драку с вашим союзником. Лучше самолета найти сложно, поскольку если требуется длительное отслеживание, особенно это касается маневренных целей, то Blenheims подходит идеально, поскольку тот же BF-110B достаточно быстро перегревает свои пушки, плюс он слишком быстрый, и он очень быстро уходит с линии атаки, и помощь его кратковременная. Blenheims же может на средних высотах и на средних дистанциях прекрасно преследовать противника и распиливать его со своего множества пулеметов. Таким свойством обладает на самом деле на его уровне не так уж много машин. Конечно же, можно сказать, что Speedfire в целом лучше, да, но он находится и выше у нас. И, с одной стороны, преимущество Blenheims состоит в том, что, в отличие от Speedfire, конечно же, он не может похвастаться такой маневренностью, но зато он намного кучнее бьет, поскольку у него пулеметы расположены в контейнеры основные, а у Speedfire в крыльях, поэтому разброс у него, соответственно, больше. Конечно же, говорить, что Blenheims это самолет, который является своего рода имбой, не имеет смысла, но определенно он должен понравиться игрокам, ценителям британской авиации и тем, кто любит самолеты с мощным пулеметным вооружением. Если вы из тех людей, которые покупали премиум британский самолет, вооруженный шестью пулеметами, то, конечно же, для вас данный самолет также будет приятной машиной, на которой будет интересно полетать и, возможно, даже вы оставите его в ангаре. В принципе, можно сказать так, что это самолет для приятной игры. И вообще World of Warplanes это один из самых ламповых и приятных уровней от третьего до пятой, где действительно просто можно летать в свое удовольствие, убеждать, иногда проигрывать, но всегда в боях получать удовольствие. И вот для этих целей этот самолет подходит просто прекрасно. Поэтому, если вы все еще сомневаетесь, стоит ли вам проходить данную ветку, и, в частности, останавливаться на данном самолете, то я вам советую попробовать. Вы, как минимум, получите уникальный опыт, ну и, как максимум, получите массу удовольствия от того, что полетаете на данном замечательном самолете. А на этом у нас все. Если вам понравилось, ставим лайк и подписываемся на канал. Колдун Блог. С вами был Котяров Танки. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok